Это кадры атаки дронов на Воронеж. Еще сегодняшних новостей взрыва газа по всей России. Ну и протоколы за неправильно слушание гимна. Это Дмитрий Иловский, новости воздух. Мы начинаем. В Воронежской области украинский дрон попал в склад со взрывоопасными объектами. Ну, это официальная формулировка, во всяком случае, местных властей. Это детонация, она попала на видео. Ряд телеграм-каналов пишет, что это был склад боеприпасов. Там ввели режим чрезвычайной ситуации, жителей эвакуируют. Пострадавших, по словам местных властей, нет. Губернатор Александр Гусев пишет, что взрыв и пожар возникли вследствие атак БПЛА. Несколько дронов, по его словам, сбили над областью. В ежедневной сводке Минобороны тем временем нет ни слова ни о беспилотниках, ни о взрывах под Воронежем. Министерство отчиталось только об одном сбитом дроне в Белгородской области. Этот регион обстреляли еще утром. По ударам снова оказался Грайворонский городской округ. Его обстреливают практически ежедневно. Но тем временем около 120 тысяч российских солдат погибли на войне в Украине. Это обновленные данные статистики смертей, которые готовят Медиазона и Би-Би-Си. Почти 60 тысяч человек издание назвали поименно. Остальных вычислили под данным о наследстве. Кстати, к ним власти недавно закрыли доступ. Ну а журнал «Экономист» составил диаграмму потерь с февраля 2022 года. Всплески издание отметило во время украинского контрнаступления прошлым летом и после боев за Авдеевку и Часофьер. Также «Экономист» пишет, что потери России с начала полномасштабной войны выше, чем потери со времен Второй мировой войны во время любых войн вместе взятых. По мнению издания, на каждого убитого в бою солдата приходится около 3-4 раненых. То есть суммарно к середине июня из строя выбыли до 728 тысяч российских солдат. Это около 2% всех российских мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Они все убиты или тяжело ранены в Украине. Российские власти же продолжают заманивать своих граждан на войну деньгами. В Татарстане подняли выплаты контрактникам до 1,5 млн. рублей. В самом деле, это сумма трех выплат. Во-первых, от региона, во-вторых, от муниципалитета Казани и, в-третьих, единовременная выплата от Министерства обороны. Рекордные же деньги по самому контракту дают в одном из самых бедных российских регионов Крачао-Черкесии. Там за контракт можно получить до 1,3 млн. рублей. В Крыму под Ауштой 14 населенных пунктов остались без газа. Всего это около 2 тысяч человек. Причина – авария в селе Виноградное. Там взрыв на газопроводе. Говоря официальным языком МЧС, разгематизировался подвесной мост газовой трубы, в результате чего возникло факельное горение с переходом огня на лесной массив. Площадь пожара – 1,5 квадратных километра. Сегодня утром временно исполняющий обязанности министра топлива и энергетики аннексированного Крыма Владимир Воронкин подтвердил, что ремонтируют газопровод будут от 7 до 10 суток. Еще одно ЧП, на сей раз в Волгограде, и снова взрыв газа. Там есть погибшие. Трагедия, надо сказать, произошла на насосной станции в городе. Число погибших, как стало известно сейчас, увеличилось до трех. Из-под завалов достали рабочего. Очевидец происшествия рассказал, что сильный запах со стороны станции шел уже давно, ну а затем, цитирую, скопилось и бабахнуло. Предварительно одного из рабочих, которые делали ремонт помещений, отнесло минимум на 10 метров от места взрыва. В соседние многоэтажки выбиты окна. Предварительно под завалами могут находиться еще люди. Судя по всему, взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности при сварочных работах. Еще один взрыв на инфраструктурном объекте в дагестанском Хасавьюрте. Это второй по величине город в республике. Там более 70 тысяч жителей остались без электричества из-за замыкания на подстанции. Посредственно оно привело к пожару, который сразу перекинулся и на оборудование. Экстренные службы стали начинать восстановительные работы, однако полное восстановление займет довольно большой период времени. Помимо Хасавьюрте, электроэнергии нет и в ближайших селах. Перенесемся в северную столицу, в Санкт-Петербург. Там накануне две полыхающие фуры полностью перекрыли западный скоростной диаметр в Питере. Образовалась многокилометровая пробка. Информации о пострадавших пока нет. На месте ДТП работали экстренные службы. Причины аварии тоже до сих пор неизвестны, но они выясняются. Дагестан. Там повторно задержали дагестанского чиновника. Это бывший глава Сергокалининского района, чьи сыновья участвовали в нападении на церкви и полицию. Магомед Амаров. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном развере. Известие со ссылкой на силовиков пишет, что Амаров с подельниками фиктивно трудоустраивал жителей села в редакцию местной газеты. Накануне бывший чиновник вышел из спецприемника, куда попал после теракта в Дагестане. Тогда его проверяли на причастность к случившемуся. Арестовали по статье о мелком хулиганстве. В нападении, напомню, участвовали трое родственников Амарова, двое сыновей и племянник. В ходе перестрелок тогда в общей сложности погибли 21 человек. Остаемся на Северном Кавказе. В Нальчике родители школьников штрафуют за неправильное прослушивание гимна. Провластный телеграм-канал Мэш пишет, что в школе номер 33 не встали при звучании гимна начальника отдела Русгидро, жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарской республике и многодетные матери. Их дети, по данным Мэш, закрывали уши. На родителей составили протокол о нарушении порядка использования государственного гимна России. Сколько конкретно человека штрафовали, пока неизвестно. Совершенно неспортивные страсти разгораются на чемпионате Европы по футболу в Германии. Там фанаты Турции во время матча с Голландией в Берлине устроили вот такой вот флешмоб. Это жест нечто вроде зиги. Ультраправое националистическое приветствие. Называется «Волчий салют». Так приветствуют друг друга поклонники серых волков молодежного отделения партии националистического движения Турции. Жест этот запрещен в Австрии. Группа серые волки запрещена в разных странах мира, например, во Франции. А Российский совет по международным делам считает организацию экстремистской. В Германии волчье приветствие не запрещено, но при этом правоохранительные органы ведут особое наблюдение за этой группой. Вчерашний матч, к слову, закончился не только победой Нидерландов над турками со счетом 2-1, но и драками между турецкими и нидерландскими болельщиками. Напомним, что первым «Волчье приветствие» на матче с Австрией показал футболист Демирал. После этого у Ифа на два матча его дисквалифицировал. Надо сказать, что тогда Демирал забил оба гола, они принесли победу его команде. Друзья, у нас на этом все. Спасибо, что вы были с нами. Не уходите без лайка, комментариев и проверьте, подписаны ли вы на наш YouTube-канал. У нас много интересного, классного контента. Например, то, что вы видите сейчас вокруг меня. Посмотрите и эти ролики тоже. Всем хороших входных. Пока. Субтитры подогнал «Симон»